Сегодня 7 мая. Я приступаю к высадке своих огурчиков в отапливаемую тепличку. Корневая система уже просится. Еще один день, одну точнее ночь нам обещают заморозок небольшой. Но думаю это не критично. И помогут мне в этом деле в посадке такие вот агротехнические приемы. Здесь у меня скошенная трава. Она была в мешке. Вся прям горит. И я значит внизу обогрею вот такой вот полуперепревшей горячей травой. Прямо обильно ее вношу. Естественно она будет разлагаться. Вот уже можно сказать полуразложившаяся. И выделять углекислоту. Это очень хорошо. Вот сейчас я теперь засыплю. Я все делаю, девочки, руками. Мне так нравится работать. Вот немножечко вот так вот травку эту мы засыпем. Здесь у меня тоже вот видите перегной, копилочки были. Ну это вот конский навоз с осени был внесен. Засыпаем все. Все просто. Я не люблю долго возиться, потому что дел много. И там над каждым огурчиком трястись. Просто ни времени, ни сил нет. А теперь вот такой вот перегнойчик. Это вот перегной. Органику огурчики очень любят. Так. И вносим еще золы. Все. Никакую минералку на данном этапе я под огурцы не вношу. Вот добрая такая лопатка. Золы. И засыпаем обратно. Все вот это дело. Земля рыхлая, теплая, прогрелась. Вот так вот засыпаем. Ничего сложного абсолютно нет. А себе хочу напомнить, что меня зовут Галина. Я проживаю на севере-востоке Подмосковья. Занимаюсь выращиванием коллекционных сортов томатов. И продаю их семена. Вот. Пришло время, в общем, для огурчиков. Теперь делаем ямки. Здесь у меня будут два огурца посажены. Так. Ничего страшного. Вот тут уже попадается такая перегнившая травка. Это только на пользу. Ничего тут не сгорит. Не переживайте. Вот. Потому что трава, она уже так в стадии, можно сказать, перегноя находится. Так. Я проливаю обычной теплой водой. Луночки свои. Ну. Потом сверху я еще пролью привикуром. А уже в дальнейшем буду поливать фитоспорином, триходермой. Сама разводила эти препараты. Вот привикур. Почему я так делаю? Потому что в последнее время очень много всякой заразы. Поэтому я уж лучше сразу купирую в корне так. Так. Ну. Разводим по норме. На литр получается 1,75 грамм. Вот. Это уже потом я, когда высажу, сверху пролью. Ну. Вот огурчики у меня КС-90. Я их полюбила. Уже сажаю 4 года, наверное, как их сажаю. Вот такая корневая. Прекрасная. Прямо аж горячо в руке. То есть все-таки днем очень тепло в теплице. Хотя и температуры такие до 7 градусов. Вот сейчас у нас тут. На улице. Но в теплице за счет того, что светит солнышко, тепло аккумулируется. Вот такая вот хорошенькая. Девочки, я сразу не засыпаю стебелечек. Потому что это может спровоцировать разведение всяких гнилей. Поэтому не рекомендую сразу засыпать весь стебелечек. Вот так вот. Как вот они растут, так и растут. Потом я буду мульчировать. Мульчировать буду. И теперь вот сейчас еще немножко пролью. Чуть-чуть вот так. Достаточно. И вот провикур разведенный. Я вот так вот прям под корешочек. Вот все. Где-то дней через 10, пока действует провикур, я ничем больше не буду подкармливать. Абсолютно не против всяких бактерий, ничем обрабатывать не буду. А уже на 10-й день, как уже укоренится хорошо растение, я буду сюда вносить активно триходерму. Чередовать с сенной палочкой. Фитоспорином. Потом я это все замульчирую. Но тут возле стебелька я мульчировать не буду. Примерно вот так. Опять же, чтобы не сжечь стебель. И не спровоцировать никаких болезней. Поэтому, когда советуют при посадке углублять стебель, не торопитесь это делать. Потому что он достаточно изнежен в этот период. Лучше попозже, уже когда укоренится растение, пойдет в рост. И то, знаете, такой хорошей земелькой. Чтобы вы в ней уверены были, чтобы не занести никакую заразу. Потому что ее сейчас очень много везде. И огурцы очень чувствительны. Такие листочки у нас получаются из-за того, что перепады температуры. Или бывает пересушивала стаканчики. И вот такие немножко. Это все отойдет. Все нормально будет с огурчиками. Но, дорогие, удачи вам в сезоне посадочном. Самое главное здоровья и удачи. Творческих успехов на участке. У каждого на своем.